Всем привет! Сегодня в рубрике «Онтология боевых искусств» Молдавия и Молдавская национальная борьба Трынта. Трынта в переводе на русский означает схватка, стычка или потасовка. Эта борьба известна в нескольких основных разновидностях, различающихся способами и приемами борьбы, в техническом аспекте она также имеет привязку к определенным географическим зонам. Так, допустим, в северной части Молдавии предпочтение отдается борьбе без воздействия ногами на ноги соперника, то есть нельзя делать подсечки, нельзя хватать за ноги. В центральных и южных районах, наоборот, присутствуют разообразные подножки, подсечки и тому подобные приемы плюс броски. Сама борьба уходит корнями в глубокую древность еще во времена существования гетодакских племен, постоянно вступавших в вооруженные стычки с римскими легионами или с другими племенами для того, чтобы отстоять свою государственность. И, естественно, эти племена создавали свою самобытную борьбу для того, чтобы, во-первых, укрепить дух и развить физическую силу своих воинов или своих богатырей. Вот. В этой борьбе схватка ведется только в стойке без проведения захватов руками ниже пояса. В технике преобладают различные броски с помощью ног, броски через бедро, переводы рывком за руку с подсечкой или разообразные подножки, подсечки, зацепы ногами. Значит, один из основных моментов этой борьбы сводится к тому, что для победы необходимо просто-напросто бросить соперника спиной на землю. В случае падения обоих борцов проигравшим считается тот, кто оказался внизу. При этом при проведении некоторых приемов касания земли спиной не является проигрышем. К таким случаям, например, относится пастушеский прием, в котором исполнитель, опускаясь на спину, бросает соперника через голову упором ноги в живот, как с катапульты. Такой прием, кстати, мы знаем с вами из самбо. Если борец, проводивший этот бросок, задержан соперником на спине, то ему засчитывается поражение. Поэтому пастушеский прием требует быстрого и молниеносного исполнения. В другом же виде молдавской борьбы, называемом «прямая трынта», то есть «трынта-дряпта» или «прямая схватка», сама схватка ведется только в стойке без продолжения в партере. Борьба, как правило, начинается с предварительного захвата обоими участниками за пояса. В технический арсенал борцов входят разнообразные броски с захватом за пояс, с захватом соперника руками крест-накрест в обхват, заломы спины, броски с прогибом через себя, броски через бедро и так далее. Действия ногами в некоторых моментах, как я уже сказал, допустим, в северных районах Молдавии, запрещены такие же, ну, допустим, подсечки или подножки. Но захватывать руками можно, делать удушающие приемы в категорически нельзя, это запрещено. Если вдруг вы увидите, что на экране борцы хватают друг друга и проводят удушающий залом, это не удушающий, это просто захват противника для его фиксации на земле. Значит, для победы каждому из борцов необходимо бросить или уложить соперника на землю на обе лопатки. Соревнования по традиционным видам борьбы проводятся в свободное от работы время, ну, естественно, не будешь ты на работе прыгать. Но, как правило, устраиваются и праздники. К соревнованиям некоторые борцы готовятся специально. В их тренировочный комплекс входит отработка отдельных приемов и комбинаций с помощником, а также отработка приемов и бег с мешком, наполненным или зерном, или землей. Время проведения поединка не ограничивается. Когда соперники схватываются друг с другом в борьбе, то поединок длится до победного конца. Или один соперник сдается от усталости, или же другой заваливает его на спину на лопатки. Молдавские борцы выступали на 8-м открытом фестивале боевых искусств в Китае, по-моему, 7 или 8 лет назад показывали свою борьбу Тренту. Заслужит ли она достойного внимания среди любителей борьбы в Китае или нет? Получит ли она спонсорскую поддержку? Получит ли она дальнейшее развитие именно в азиатских или в западных странах? Пока этого неизвестно. Но дело в том, что очень сильна традиция, и уходящая корнями в далекую древность, еще до возникновения славянских племен, очень сильна эта традиция. И что интересно, в школах преподают факультативно борьбу Тренту для любителей, для детей, для развития физического здоровья, для развития тела, для развития духа. Это, между прочим, очень хороший пункт, на который следует обратить внимание многим учителям физкультуры, просто физкультурникам, если они хотят разнообразить свои уроки. Я не говорю о том, что именно борьба Трента является чем-то там эндемичным по отношению к другим. Нет, просто некоторые моменты этой борьбы, допустим, тот же самый пастушеский вот этот прием с падением на спину и броском противника через себя при помощи толчка ноги, этот прием вошел в самбо. То есть борьба Трента молдавская внесла свою лепту в развитие столь мощного стиля под названием самбо. Как известно, самбо собиралось по разным странам, по разным народностям, из разных видов борьбы по крупицам. И можно, да, молдаване могут гордиться тем, что борьба Трента тоже послужила частичкой, которая вошла в это самбо. Этой борьбой в Молдавии, я помню еще раньше, когда я был ребенком, занимались и взрослые, и дети. Раньше. Это было 40-50 лет назад. И сегодня, как это ни удивительно, спустя столько времени, даже в молдавских селах или в городах на праздниках, День города, например, или какой-то там значительный праздник городского значения, проводят турниры по этой борьбе. И призом в этой борьбе, вернее, приз победителю, это баран, как было раньше, много лет назад, так и сейчас. То есть тот, кто стал чемпионом вот этих соревнований, он получает в качестве приза не денежное вознаграждение, не какой-то кубок, а именно живого барана. И он, водрузив этого живого барана себе на плечи, делает круг почета. Если же человек не может водрузить себе этого барана в силу своего, ну, допустим, дети, подростки, они допускаются, они могут просто этого барана провести рядом с собой, по кругу почета, но он остается им. Это, между прочим, да, это, опять же, дань традиции, хорошая, интересная дань традиции, вызывающая в людях интерес заниматься такой борьбой. Я думаю, что видео все-таки вам понравилось. Я думаю, что у вас тоже в ваших регионах есть какие-то свои самобытные наработки, самобытные виды борьбы, стилей борьбы, о которых вы могли бы тоже рассказать или подсказать, чтобы я сделал видео о вашем регионе. Допустим, в той же самой Грузии прекрасная борьба Чидаоба. Прекрасная борьба, очень сильная, мощная, но об этом мы поговорим в другой раз. Сегодня же у нас была с вами тема молдавской борьбы Трынта. И я как смог, так и показал вам это. Со своей точки зрения я вам рассказал об этой борьбе. И, надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе всех событий. И будьте нам здоровы. И да пребудет с вами сила. Всем удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...